Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня в библейском лектории «Экзегет» мы продолжаем наши беседы по четвертой книге «Царство». И сегодня мы будем читать восьмую главу этой книги. «И говорил Елисей женщине, сына которой воскресил он, и сказал, встань и пойди ты в дом твой и поживи там, где можешь пожить, ибо призвал Господь голод, и он придет на сию землю на семь лет. И встала та женщина, и сделала послов у человека Божия, и пошла она в дом ее, и жила в земле филистимской семь лет». Мы видим, что пророк Елисей, приняв участие в жизни того или иного человека, он его не оставляет, он его продолжает поддерживать. Елисей исцелил сына этой женщины чудесным образом, и теперь Елисей предсказывает ей, этой женщине, что будет голод, и она удаляется в землю филистимскую, чтобы там пожить. И прожила там семь лет. Таким образом, пророк Елисей научает и нас, если мы приняли участие в жизни какого-то человека, например, мы являемся там крестными родителями какого-то ребенка, мы должны думать об этом ребенке, об этой семье, или кто-то через нас, может быть, обратился к Господу, но потом мы долго не общались с этим человеком. Нам очень важно поддерживать тех людей, которых на нашем пути нам уже посылал Господь. И вот толкование Ефрема Сирина. Это женщина из Сонама, которая принимала Елисея в своем доме, и пророк также позаботился о ее умершем сыне, воскресив его. Елисей предсказал ей, что случится голод, который будет продолжаться семь лет, и предложил ей уйти и найти новое место для жизни. Он выбрал для нее Палестину, ближайший и плодородный район, обитатели которого были богатыми благодаря морской торговле, ибо земля филистинская почти вся расположена вдоль побережья, и там были в то время известные гавани, в которых стояли бесчисленные суда, как свидетельствует Писание во многих местах. Вот почему праотцы Авраама и Исаак искали там убежище. Действительно, мы знаем, что Авраам удалялся в Герар, как раз эта земля палестинская, Исаак тоже удалялся в Герар, в эту же землю. Далее Ефрем Сирин поясняет, с аллегорической точки зрения Палестина, которая принимала праведников, бывших в изгнании, и, словно удаленных от Господа, являлась образом мира. И народ Палестины питал отвращение к народу Господнему и плохо относился к сынам Израиля, боявшимся Бога. Позже они были разбиты Давидом, сложили оружие войны, но время от времени поднимали его. Мы знаем, что и сам царь Давид, он тоже убегал в землю Палестинского от гнева царя Саула. Ефрем Сирин продолжает свое рассуждение. Мир ненавидит святых и постоянно гонит их. И даже после того, как Господь наш низверг его и поверг его, то есть дьявола, князя, тьмы, эти двое никогда не прекращают борьбу против слуг его. Лукавый всегда нападает, используя людей, которые нас гонят, или тяжелые обстоятельства типа голода, чтобы вынудить нас сойти с собственной земли. Но иногда это бывает необходимо, и мы знаем, что святое семейство тоже вынуждено было от гнева Ирода Великого спуститься в Египет, когда Мария, Иосиф и младенец Иисус какое-то время находились и жили в египетской земле. Кстати, что было предсказано пророкам Исаии, у которого есть пророчество, что престол Господен будет посреди земли египетской. По прошествии семи лет возвратилась эта женщина из земли филистимской и пришла просить царя о доме своем и о поле своем. «Царь тогда разговаривал с Геезием, слугою человека Божия». Вот здесь мы видим, что Геезий, хотя и был наказан проказой за жадность по поводу исцеления Наймана, он остается все равно слугою при Елисеи, действует принцип «заодно дважды не наказует». Если Господь его уже доказал проказой, а если бы Елисея еще и прогнала его от себя, это было бы жестоко. «Царь тогда разговаривал с Геезией, слугой человека Божия, и сказал, «Расскажи мне все замечательные деяния, что сделал Елисей». И между тем, как он рассказывал царю, что тот воскресил умершего, женщина, которой сына воскресил он, просила царя о доме своем и о поле своем. И сказал Геезий, «Господин мой царь, это та самая женщина и тот самый сын ее, которого воскресил Елисей». И спросил царь у женщины, она рассказала ему. «И дал ей царь одного из придворных, сказав, возвратить ей все, принадлежащее ей, и все доходы с поля, с того дня, как она оставила землю поныне». Она оставляла землю на семь лет, и кто пользовался этой землей, теперь должен будет оплатить урожай и вернуть ей ее дом, всю ее собственность. Чему нас может научить это обстоятельство? Если мы знаем каких-то людей, в жизни которых произошло что-то удивительное, какое-то удивительное обращение к Богу, какое-то явное чудо Божье, к этим людям надо относиться в некотором смысле как к Божьим избранникам. Господь почему-то исцелил эту женщину, хотя она не была, собственно говоря, еврейкой, но она сама по себе своим сыном являлась как бы свидетелем Божьего чуда. Почему апостол Павел подчеркивает, что еврейский народ, по отношению к благовествованию, к Евангелию, они враги ради христиан, а ради отцов, то есть ради Авраама, Исаака и Иакова, они возлюблены Божьи. Почему? Потому что это народ-памятник. Представьте себе, если бы на земле не было бы евреев, ни одного еврея, но была бы Библия, Ветхий Новый Завет. Но никто бы не поверил в существование такого народа. Чтобы был народ, который вышел из египетского рабства, Господь их вывел десятью казнями. А этот народ, как народ-памятник. И ради памяти об их отцах, Аврааме, Исааке и Якове, Павел говорит, да, они враги, это послание к римлянам, ради благоествования по отношению к Евангелию, а ради отцов, ради Авраама, Исаака и Иакова, возлюбленные Божьи. То есть, если кто-то назовет их врагами, пусть назовет их возлюбленными Божьими. А если кто-то назовет их возлюбленными Божьими, пусть все-таки не забывает, что они противники Евангелия. Вот такая двойственность. И царь поступает правильно, что он восстанавливает права этой женщины. Ведь чудо заключается в том, что пророк Елисей, который пророчествовал царям, пророчествовал целым народом, он получил от Бога пророчество для этой одной женщины. Мало того, что он совершил чудо воскресения ее сына, он еще и сообщил ей от Бога, вот ей персонально, что такое-то, такое-то произойдет, что семь лет надо пожить в другом месте. И далее мы читаем, и пришел Елисей в Дамаск, когда Винодад, царь сирийский, был болен. В Писании неоднократно говорится, что когда враг твой болен, то относись к нему немножко иначе. «И донесли ему, то есть Винодаду, говоря, пришел человек Божий сюда, и сказал царь Азаилу, возьми в руку твою дар, пойди навстречу человеку Божию, и попроси Господа через него, говоря, выздоровею ли я от сей болезни». Ведь это тот самый Винодад, который давал приказ поймать проку Божий Елисей. Там целую армию послал с колесницами, когда Геезий испугался. Город был окружен со всех сторон. «И пошел Азаил навстречу Ему, то есть навстречу Елисею, и взял дар в руку свою и всего лучшего в Дамаске, сколько могут нести сорок верблюдов, и пришел и встал перед лицом его и сказал, «Сын твой, Винодад, царь сирийский, послал меня к тебе спросить, выздоровею ли я от сей болезни». Возникает вопрос, ну какой же Винодад был ему сын? Эти слова передаются, чтобы показать смирение Винодада, который почитает пророка Бога соответствующим образом. «И сказал Ему Елисей, пойди, скажи Ему, выздоровеешь, однако ж открыл мне Господь, что он умрет». И устремил на него Елисей взор свой и так оставался до того, что привел его в смущение и заплакал человек Божий. Почему Елисей просит передать человеку, обреченному на смерть, выздоровеешь, но при этом говорит, «Однако ж открыл мне Господь, что он умрет». Потому что такой человек, как Винодад, не мог бы спокойно перенести весть о собственной смерти. Ну какая у него была надежда, если он умрет? Он был язычник. А мы, христиане, должны знать о дне нашей смерти. Ведь апостол Павел пишет, «Не скорбите, как и прочие, то есть как язычники, перед лицом смерти, которые не имеют упования, упования на воскресенье». И Елисей, понимая это, он велит сказать, что тот поправится, но при этом говорит слуге, что он умрет. И внимательно смотрит на него, и он, наверное, увидел горе этого слуги, великое горе о своем царе. Он привел его в смущение своим взглядом, и Елисей заплакал, и заплакал человек Божий. Почему? Он увидел беспомощность людей перед смертью. Помните, Христос идет воскресить Лазаря. Идет воскресить Лазаря. Но когда увидел платьющих по Лазарю людей, он прослезился, он заплакал перед лицом этой человеческой беспомощности. Да, Христос знал, что он воскресит Лазаря. И он мог вообще начать утешать всех. Но сердце и пророка, и Христа это любящие человеческие сердца. Христос плакал, как истинный человек, и воскресил Лазаря, как истинный Бог. А как поступит здесь Елисей? И сказал Азаил, Азаил, который взял дары, принес их от своего царя Винодата. И сказал Азаил, отчего господин мой плачет, он не может понять, почему Елисей плачет. Да, Елисей знает, что умрет Винодат. Но почему, долго посмотрев на Азаил, он заплакал. И сказал он, от того, то есть от того я плачу, что я знаю, какое наделаешь ты сынам израилевым зло. То есть на самом деле причины плача Елисея не скорбь Азаила, а Елисей увидел, когда умрет Винодат, Азаил станет великим в своем народе и сколько зла он наделает израильтянам. От того, что я знаю, какое наделаешь ты сынам израилевым зло, крепости их придашь огню, и юноши их мечом умертвишь, и грудных детей их побьешь, и беременных женщин у них разрубишь. То есть Азаил для него это какой-то эсэсовец, антисемит. Он вот таким видит, хотя он пришел смиренно просить с дарами за своего царя, и он тогда не был правителем. И Азаил смущается, и сказал Азаил, что такое раб твой? Он себя называет рабом Елисея, но если его царь Винодат называет себя сыном Елисея, а он кто? И сказал Азаил, что такое раб твой, пес мертвый, чтобы мог сделать такое большое дело? Там разрушить города, там уничтожить много людей. И сказал Елисей, указал мне Господь в тебе царя Сирии. Да, ты еще слуга, но однажды ты обличешься во власть. Вот здесь мы видим подтверждение того, что пророки проницали и настоящее пространство, и слышали людей на дистанции, и будущее проницали, и прошлое проницали. И пошел он, то есть Азаил от Елисея, и пришел к государю своему, и сказал ему этот, что говорил тебе Елисей? Финадад хочет знать. И сказал, он говорил мне, что ты выздоровеешь. То есть были переданы слова, так как их сказал Елисей. А на другой день он взял одеяло, намочил его водою и положил на лицо его, и он умер. то есть Азаил, который пошел помочь своему господину, узнав, что он умрет, не решился ждать, когда это произойдет, по слову Божию. Он сам пошел, взял одеяло, намочил его водой и положил на лицо его, а он уже еле дышал. Это остановило дыхание, и он умер. И воцарился Азаил, то есть это пророчество дало ему как бы уверенность в себе, вместо него, то есть вместо Винодата, в пятый год Иорама, сына Ахавова, царя Израильского, за Иосафатом, царем Иудейским, воцарился Иорам, сын Иосафатов, царь Иудейский. Здесь перечисляется сразу три династии, говорится, о трех династиях, то есть династия сирийцев, династия Иудейского царства и Израильского. 32 лет был он, когда воцарился и 8 лет царствовал в Иерусалиме. Это Иорам, сын Иосафатов. И ходил путем царей Израильских, как поступал дом Ахавов, потому что дочь Ахава была женой его и делала неугодное в очах Господних. А вот здесь немножко непонятно. И ходил путем царей Израильских, то есть он подражал Израильским царям, то есть царям не путем. Как поступал дом Ахавов, это гонители пророк Ильи, потому что дочь Ахавов была женой и делал неугодное в очах Господних. Однако не хотел Господь погубить Иуду ради Иуду, имеется в виду народ царства Иудейского, ради Давида, раба своего, так как он обещал дать ему светильник в детях его на все времена. То есть хотя этот Иудейский царь подражал царям Израильским и даже жена у него была дочь Ахава нечестивого царя, Господь ради Давида, смотрите, сколько он милует родов ради одного праведного царя Давида, помяни Господи царя Давида и все кроется всего. В одни его выступил едом из-под руки Иуды, то есть как бы в наказание, и поставили они над собой царя и пошел Иорам в Цаир и все колесницы с ним и встал он ночью и поразил Идумеян окружавших его и начальников над колесницами «Но народ убежал в шатры свои и выступил едом из-под руки Иуды до сего дня выступил, то есть восстал и до сего дня до того момента как писалась эта книга они были в неповиновении в то же время выступила и ливна то есть это наказание что царь иудейский подражает царям израильским и жену себе взял дочь нечестивого Ахава что же в этом хорошем прочее об Иораме и обо всем что он сделал написано в летописи царей иудейских то есть в книге Паралипоминон и почил Иорам с отцами своими и погребен с отцами своими в городе Давидово и воцарился Ахозия сын его вместо него в 12-й год Иорама сына Ахафова царя израильского воцарился Ахозия сын Иорама царя иудейского 22-х лет был Ахозия когда воцарился и один год царствовал в Иерусалиме имя же матери его Гафолия дочь Амврия царя израильского то есть ну скажем так с матерью ему не повезло и ходил путем дома Ахавова то есть своего деда и делал неугодные в очах господних подобно дому Ахавову потому что он был в родстве с домом Ахавова через мать вот здесь дается как бы указание на то что нельзя вступать в родство с людьми грешными нечестивыми потому что это рано или поздно оно скажется поэтому когда человек хочет жениться он должен прежде всего познакомиться с родителями невесты узнать их духовное состояние прочувствовать их нравственную атмосферу если ничего там хорошего не найдет лучше забыть про эту девицу и пошел Иорама царь иудейский пришел посетить Иорама сына Ахавова в Израиль так как он был болен это окончание сегодняшней главы и мы посмотрим комментарий на действия Елисея когда ему сообщили о болезни Винодата комментарий сначала Ефрема Сирина причиной его болезни была неудача ибо он был сильно огорчен тем фактом что в войне с Самарей то есть с Израильским царством его войско потерпело поражение и что в то же самое время его народ изгоняли из города когда он был уверен что победа близка все его войско бежало вергнув себя в стыд и бесчестие и он в глубине души беспокоился по этому поводу кроме того боль его души происходила из-за чего-то что не было причиной его неудачи он обманулся в том что поверил будто бесчисленная и мощная армия выступила против него тогда как позднее оказалось что не было вообще никакой армии поэтому царь когда услышал о приходе Елисея послала заила одного из своих знатных людей встретить его он приказал ему убедить пророка позаботиться о его исцелении и поскольку думал что просьба должна спровождаться дарами и подношениями согласно светскому обычаю он послал ему через своего посланника различные подарки из Дамаска и сорок верблюдов разумеется пророки отказались так же как Елисей отказался и не принял подношений а раминянина Наймана то есть не только Елисей не принял эти дары но и другие пророки Ефрем Сирин также комментирует вот эти слова пойди скажи ему выздоровеешь однако открыл мне Господь что он умрет таковы были слова Елисея царю который спросил у него выздоровею ли я от всей болезни но кажется что они не соответствуют истинному течению событий и даже не согласуются друг с другом однако после слов приведенных выше в истории с пророком Михеем очевидно что они не исключают друг друга и не противоречат друг друга действительно оба пророка отвечают одинаково и их ответы преследуют одну и ту же цель в том смысле что они объявляют собеседнику и добрые и смерть одновременно но в ответе Михея нужно учитывать один аспект а именно что Ахав не мог избежать смерти ибо он настойчиво рвался воевать что и было реальной причиной его падения и мы вспомним что действительно было предсказано Ахаву что он погибнет но потом была отсрочка на три года но случай с Винодатом совершенно другой ему было бы легко избавиться от болезни поскольку она не была серьезной или смертельной продолжает Ефрем Сирио он был он бы действительно выздоровел как сказал ему Элисей когда Винодат спросил его говоря выздоровею ли я от всей болезни однако он умер естественным образом он был введен в заблуждение азаилом своим посланникам тем кто положил одеяло на своего господина и убил его и воцарился на его месте как и предсказывал Елисей вот таким образом Ефрем Сирин устраняет как бы неправду из уст Елисея Елисей сказал выздоровеешь имей ввиду если тебя не убьют а о смерти его от рук азаил он уже знал потому что он видел это чудовище перед своими глазами и он видел какое зло он причинит не только Винодату но и самому израильскому народу таким образом пророческое слово было верной в случае с Михеем по отношению к Ахаву и в случае с Елисеем по отношению к Винодату к Ахаву к Ахаву Продолжение следует...